День защитника Отечества. В нынешнем году праздник приурочен к столетию создания Красной Армии. Ведь торжество берет свое начало именно с этой даты. Сотрудники районной библиотеки и историко-культурного центра к юбилейному событию подготовили выставочные стенды, которые подробно рассказывают о воинской истории России. С ними могли ознакомиться все гости торжественного мероприятия. Мы хотели показать патриотическое движение и ту историю образования вооруженных сил, которая была в нашей стране, в нашем районной историко-культурном центре. Начиная с апреля по май месяц будет работать очень интересная выставка, которая так и называется «На страже Родины». В этот день гимн Российской Федерации звучал в честь мужчин, которые защищали нашу Родину и сегодня стоят на страже ее спокойствия. Именно они стали героями праздника. Поздравляю с наступающим Днем Защитников Отечества, ветеранов войны, ветеранов военной службы, семей. Желаем вам доброго духа. Много внимания на праздники было уделено ветеранам Великой Отечественной войны. В Ленинском районе глубоко чтят память о подвиге наших дедов. Мы всегда будем помнить, должны помнить и никому не позволим переписать те события, истории их великой и великой, повторюсь этим словом, победы. Им, наверное, сегодня особые слова признательности, благодарности за их просто высочайший и великий подвиг, благодаря которому мы все сегодня с вами радуемся под мирным небом, смотрим, как дети участвуют во всех мероприятиях, радуют нас. И действительно, именно дети и молодежь провели этот праздник. Творческие коллективы, сольные исполнители, танцы и песни. Людям, которым в своем время пришлось проявить мужество и выйти на защиту Отечества, было приятно наблюдать за теми, ради кого они сражались за мирное небо. Дети, понимаете, дети, конечно, они почитают нас, а мы почитаем их, чтобы они никогда не видели то, что пришлось повидать нам. Праздник очень хороший. Я бы сказал спасибо руководству. Все же есть забота о молодежи, воспитывают молодежь. Но День защитника Отечества давно уже отмечают не только военнослужащие. В последние годы он стал Днем всех мужчин. Ведь каждый в какой-то степени является защитником. Кто-то Отечество, а кто-то своей семьи и близких. Несмотря на то, что некоторые мужчины не служили в армии, я думаю, что многие из них готовы встать на защиту нашей Родины, России в целом и нашего Ленинского района. Война не лучший способ проверить современных мужчин на прочность, но нынешние военнослужащие на празднике отметили, что они уверены в подрастающем поколении. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.